Один коллектив на работе, одна команда на футбольном поле. Очередной этап спартакиады трудовых коллективов прошел в Вологде 27 сентября. На этот раз команды, представляющие городские предприятия и организации, встретились в финальных играх турнира по мини-футболу. За ходом соревнований следил и Егор Канавин. В атаке футболисты команды «Цветочный регион» – новички спартакиады. Они не профессиональные спортсмены, но на футбольном поле чувствуют себя как дома. Регулярные тренировки по несколько часов три раза в неделю. Конечно, свободное от работы время. Ведь хорошая подготовка – это половина победы, считает капитан Евгений Смирнов. В офисе он куратор проектов, но на поле – играющий тренер команды. Футбол – это на самом деле вид спорта, который объединяет людей. И многие вопросы, и рабочие, можно решить через то, что команда собирается участвовать, выигрывает, показывает результат и потом добиваться результата также в своей деятельности. Это финальный этап турнира по мини-футболу – одной из дисциплин спартакиады трудовых коллективов. Она проходит уже четвертый год подряд в рамках городского проекта «Битва профессионалов». На этот раз в списке участников более 50 коллективов, свыше 5000 человек – работников предприятий и организаций города. Команды уже соревновались в дартсе, полевой стрельбе, лыжных гонках, настольном теннисе, шахматах, легкой атлетике, а теперь встретились на футбольном поле. Для участников – это возможность отдохнуть от трудовых будней, поддерживать себя в хорошей форме и просто с пользой провести время со своими коллегами. Человек не должен, приходя домой, замыкаться своей внутренней жизнью и решать какие-то внутренние свои вопросы. Общение, развитие, вот эта вот динамика, она должна сохраняться на протяжении всей жизни. Естественно, что отсюда и спортивное долголетие, отсюда известно, что и у нас общение, не только в трудовых коллективах, но и между ними. Он предполагает вот именно занятия спортом. Здесь играют с азартом, то есть люди играют за свое предприятие, в свое удовольствие. Здесь более раскрепощенные, здесь не боятся допустить ошибок. Здесь более интересно в плане того, что более эмоционально. Приходят и болельщики, и, как мы видим, немало, и даже дети приходят посмотреть на своих родителей. Давай, давай, давай! Именно поддержка родных, друзей и коллег делает спортсменов единым коллективом. Так считает и Михаил Завьялов, нападающий командой Вологодского отделения Центробанка. Ее участники каждый год показывают высокие результаты во всех дисциплинах. И победы команды на стадионе ценятся коллективом так же высоко, как и достижения в бизнесе. У нас постоянно сейчас по электронной почте рассылаются результаты, фотографии и так далее. Все люди спрашивают, интересуются, как мы выступили. И гордятся, когда мы выступаем достаточно успешно. В напряженной борьбе футбольный кубок достался команде «Цветочный регион». Но имя абсолютного победителя спартакиады станет известно только в декабре. Ведь первую ступеньку пьедестала почета займет команда, набравшая наибольшее количество очков во всех спортивных дисциплинах. Впереди участникам предстоят соревнования по баскетболу, волейболу и плаванию. Егор Канавин, Артем Смирнов, Вологдопортал.